Всем привет! С вами Фадеев Руслан и свежий Рестлинг Дайджест. Поехали! Обычно подписания контрактов в Рестлинге заканчиваются дракой, но на последнем рост ломали этот шаблон, и данное мероприятие с драки началось. Подписание, кстати, было двойным, но из сегмента стоит выделить только один момент. Дрю Макентайр позволит своему сопернику выбрать условия их матча на Экстрим Рулз. Позже чемпион пояснил свое решение. Он хочет, чтобы у Дольфа не было никаких оправданий, и в своей неудаче он мог бы винить только себя. В мейн-эвенте состоялся смешанный командный матч между чемпионами и претендентами, но лично мне он не очень понравился. Возможно, не хватило какой-то химии внутри команд. Закончился он тем, что Саша свернула Аску до трех счетов. Андраде и Гарзе готовились к матчу против викингов, но разозленный Биг Шоу решил выйти на ринг вне очереди, чтобы вызвать Рэнди Ортона. Мексиканцам это, конечно, не понравилось, а появившийся Рик Флэр сообщил, что Ортон разберется с гигантом, когда посчитает нужным. Затем все-таки состоялся командный поединок, и хотя Гарзе и Андраде по-прежнему не могут найти общий язык, им удалось одержать победу. Чуть позже мексиканцам также предстоял Гантикап матч против Биг Шоу, и на этот раз все прошло не так гладко. Андраде стал перетягивать одеяло на себя и остался без напарника, вследствие чего он потерпел фиаско. В небольшом комедийном матче Арт Руф победил Акиру Тазаву и стал новым чемпионом 24 на 7, уже в 37 раз. Ару Бирайт на пустом месте повздорила Сайконикс, после чего встретилась в матче с Пейтон Ройс и проиграла. MVP заявил, что хотел помочь Аполло Крюсу, но тот отверг его предложение и проявил неуважение. Чемпион США отвечает, что он никогда не относился к нему неуважительно, просто MVP даже не слушал его, когда он давал отказ, потому что MVP заботит только он сам. Далее состоялся матч между ними без титула на кону. С небольшой помощью Лэшли MVP удерживает чемпиона. После этого Крюс оказывается в болевом, но ему на помощь приходят Рикошет и Седрик Александр, и мы получаем еще один матч – Лэшли против Рикошета. Кстати, этот матч мне неожиданно понравился, я уже соскучился по Рикошету, на которого всегда приятно смотреть, а Лэшли здесь выглядел как никогда жестким и брутальным. Победа, конечно же, осталась за ним. Сет Роллинс попросил прощения у Рея Мистерио, но не за то, что он уже сделал, а за то, что Рей вынуждает его сделать в будущем. Такова судьба, что Мистерио должен стать жертвой ради высшей цели. На экране появляется сам Лучидор и в свою очередь просит прощения у своего сына, за то, как беспощадно он расправится с Сетом. Далее состоялся командный поединок. Сет Роллинс и Мёрфи победили Умберто Карильо и Алистера Блэка. После матча Мессия надел маску Мистерио на Карильо и попытался лишить его глаза, но тут подоспел Алистер и Сет провел ему только стомп на ступеньке. NXT на этой неделе провели первый день специального шоу The Great American Bash. В первом матче определялась следующая претендентка на женский титул. Это был четырехсторонник на выбывание, из которого довольно быстро вылетели Кэндис Лирей и Мия Йим. А в концовке мы увидели уже классическое противостояние Дакоты Кай и Теган Нокс. В итоге местная капитан Марвел одержала победу. Тем временем Мия Йим продолжает свое противостояние с Кэндис Лирей, а Гаргана попутно повздорился с Сайей Скоттом. На следующей неделе девушек ожидает матч по правилам уличной драки. На том же шоу должна появиться и Мерседес Мартинес. Дэмиан Прист вызвал Кэмерона Граймса на еще один матч, только на этот раз без всяких фокусов. Однако Граймс считает, что Прист остался в прошлом, а он двигается только вперед и бросает вызов тому, кто победит в матче за два титула, будь то Адам Коул или Кит Ли. Напомню, что этот исторический поединок пройдет на шоу 8 июля. Тимоти Тэтчер и Оуни Лоркан провели очень техничный и при этом жесткий матч. Закончился он тем, что Тэтчер заставил соперника сдаться от своего убийственного болевого. Рия Рипли выступила в гандикап-матче против Алии и Роберта Стоуна. По сути, комедийный матч, но местами Рипли было совсем не сладко, отчасти по той причине, что Алия и Стоун могли действовать сообща, без передачи тегов. Тем не менее, Рипли справилась с этим испытанием и победила с помощью двойного болевого. Родерик Стронг и Декстер Люмис встретились в матче с Ремнем. Я уже не раз отмечал в своих видео, что недолюбливаю этот тип матча, и, к сожалению, этот поединок вообще не изменил мое мнение, несмотря на то, что исполнители мне импонируют. Местами было очень скучно и медленно. Победителем стал Декстер Люмис, и, кстати, опять победа добыта с помощью болевого. Далее на ринг вышла группировка Легадо Дель Фантазма. Чемпион Полутяжий завел речь о том, что сейчас культура Луча Либра представляет собой жалкое зрелище. Люди считают, что это всего лишь трюкачи в масках. Но Сантос Эскобар хочет исправить это и оставить наследие, которым сможет гордиться. Тут свое возвращение совершает Дрейк Маверик и наступает на те же грабли, бросаясь в атаку против троих. Но внезапно его приходят поддержать Брис и Фанданго. Вместе им удается отбиться, а на следующем шоу состоится матч 3 на 3. На мейн-эвент Саша Бэнкс выехала как босс, на Ягуаре и со своим Корги. А ее соперницей была чемпионка NXT Ио Ширай. Девушки показали классный матч, который по праву занимал свое место в карде. Кстати, интересно, что кумиром Ио был Рэй Мистерио, а Саши Эдди Геррера. Получилось довольно символично. В концовке у ринга внезапно появилась Аска и плюнула зеленым туманом в лицо Саши. Ну а Ширай добила соперницу своим изумительным мунсолтом. Японки сегодня на коне. Пятничный смэкдаун начался с интервью Мэтта Ридла, который очень воодушевлен своим дебютом на синем бренде. Также он объяснил, почему всегда выступает босиком. Оказывается, в детстве он сильно отморозил ноги, и их едва не ампутировали. К счастью, все обошлось, но с тех пор он не носит ботинок, потому что в них он чувствует сжжение. В дело вмешался король Корбин. Он не забыл, как Ридл присоединился к его избиению на прошлой неделе. Он говорит, что кто-то должен преподать урок новичку, и это сделает Джон Моррисон. Матч у этой парочки получился на загляденье, мне очень понравилось. На мой взгляд, он превзошел вообще все, что нам показали на NXT за эту неделю, что весьма удивительно. Ридл одержал победу сворачиванием, а на рампе его атаковал AJ Styles. И так мы плавненько перешли к матчу за интерконтинентальный титул, на который претендовал Дрю Гулак. Тоже весьма неплохой поединок, но все же мне не хватало скорости и интриги. Styles ожидаемо защитил чемпионство. Бейли и Саша Бэнкс считают, что им выражают недостаточно уважения, хотя они тащат эту компанию на себе и выступают на всех трех брендах. Они выдумали историю о том, как гробовщик позвонил им на той неделе и заявил, что именно они величайшие чемпионки в истории WWE и куда больше заслуживают трибьют видео. Собственно, Бейли и Саша подготовили видео про себя любимых, после чего на арене появились Alexa Bliss и Ники Кросс и посмеялись над тем, как глупо они выглядят. Затем состоялся матч между Бейли и Алексой, который закончился вмешательством. В общем, ничего особенного. На следующей неделе между ними пройдет командный матч. Далее нам показали превью к матчу на болоте между Броном Строуманом и Брэйм Уайетом. Кстати, WWE позиционирует Extreme Rules как хоррор-шоу, так что этому матчу должны уделить много внимания. В последнем матче выпуска Шински Накамура победил Кофи Кингстона, а уже на следующей неделе Новый День будут защищать командные титулы от Шински и Сезара. В финале шоу состоялся обещанный тост Шеймуса по поводу Джеффа Харди. Ирландец считает, что Джефф продолжает убегать от правды и врать самому себе. Он желает ему оставаться тем же наркоманом и алкоголиком, которым был всегда, и просто следовать своим инстинктам. Бармен предлагает ему бокал, но Джефф выливает алкоголь ему на голову, разбивает бутылку и проводит свантон-бомбу. AEW провели первый день своего специального шоу Fighter Fest. Начался он с командного матча MJF и Wardlow против Jungle Boy и Luchazawra. Приятный и динамичный бой, то, что нужно для открытия шоу. Победу одержали ребята из джунглей, хотя Фридман до сих пор остается никем не удержан. На следующей неделе был анонсирован Battle Royale со щенками. Я так и не понял, это просто рофл или нам реально это покажут, но смотрится очень мило. Далее Хикару Шида защищала женское чемпионство от Пенелопы Форд. Вполне неплохой матч, потихоньку-помаленьку женский дивизион элитного промоушена развивается и выглядит уже не так стыдно. Шида одерживает очередную победу. Коди отстаивал чемпионство TNT в матче против Джейка Хеггера. Честно говоря, предыдущие защиты Коди были как-то поинтереснее, но назвать матч плохим я точно не могу. А вот концовка мне совсем не зашла. Череда вмешательств, невнятное удержание, Джейк Хаггер вырубает рефери. Такое себе. Дарби Аллену сообщают, что он все еще не допущен к выступлениям из-за травмы, а потому он по полной убивается на скейте. Private Party под руководством Мэтта Харди в довольно бодреньком матче победили Сантану и Артиза, а заодно они получили тайтл-шот на командные титулы, которые реализуют уже на следующей неделе. Крис Джерико тоже не может дождаться следующей среды, чтобы проучить Орэнджа Кэссиди. А вот матч за мировой титул придется подождать еще немного. Джон Моксли решил остаться на карантине, в связи с тем, что у его жены Рене Янг был диагностирован коронавирус. Тесс посчитал, что Моксли просто боится встречи с машиной, ведь он уже прошел два теста и он абсолютно здоров. Тем не менее, матч пройдет 15 июля на еще одном специальном выпуске Динамита Fight for the Fallen. И наконец, мейн-эвент. Мама Трента подвезла лучших друзей на арену для матча за командные титулы AEW. И вроде бы ребята показали неплохой рестлинг, но все же бой вышел каким-то пресным и не особо запоминающимся. Кенни Омега и Адам Пейдж защитили свои титулы, а на ринг вышли FTR и предложили вместе выпить пивка. Непьющий Омега решил вылить свое пиво, что естественно разозлило Харварда и Виллера, но тут же появились Янг Бакс, чтобы замять конфликт. В Японии подходит к концу New Japan Cup. Уже 11 июля в финале турнира сойдутся Ивол и Казучика Акада. Impact Wrestling объявили условия матча за мировой титул на Слэмиверсаре. Новый чемпион определится в четырехстороннем матче на выбывание при участии Эйса Остина, Эдди Эдвардса, Трея и неизвестного бойца. А еще назначен бой за командные титулы The North против неожиданного союза Сэмми Калихана и Кена Шемрока, а также женский гаунтлет за первое претендентство. PW Insider сообщили о том, что WWE выкупили промоушен Evolve, с которым вели тесное сотрудничество на протяжении нескольких лет. Пандемия коронавируса и отмена шоу в период Рестлмании нанесла большой удар по финансовому положению Evolve, так что они не смогли бы оставаться на плаву в статусе независимой компании. WWE получат права на всю видеобиблиотеку Evolve и Dragon Gate USA. Также есть вероятность, что некоторые рестлеры будут подписаны на NXT. Ну а на сегодня это все, спасибо за просмотр и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok